В пути мы находились 10 летных дней. Все прошло штатно, без замечаний. Вертолет очень хороший, современный, специально для Камчатки. Пополнение в парке воздушных судов Камчатского авиационного предприятия. Новый вертолет Ми-8 МТВ-1 прибыл на полуостров вечером 11 января. Воздушное судно поступило в парк Камчатского авиационного предприятия в рамках реализации инвестиционной программы. Было заключено лизниковое соглашение с ГТЛК о поставке вертолета Ми-8 МТВ Камчатского авиационного предприятия. Вертолет Ми-8 МТВ, который получило Камчатское авиационное предприятие, был построен в 2022 году на Казанском авиаремонтном заводе. Вертолет проделал большой путь, практически пролетел всю Россию под руководством командира вертолета Ми-8 Быкова Андрея, который представлял наш замечательный экипаж наших опытных пилотов. И также принимали участие в перегоне этого вертолета два наших специалиста, представителей АТБ. Вертолет Ми-8 МТВ-1 имеет ряд преимуществ по сравнению с устаревшими судами Ми-8, которые планируют списать с 2026 по 2031 годы. На нем установлено современное оборудование, оборудован спутниковой навигацией российского производства. Установлю также двигатели повышенной мощности, увеличена взлетная масса у него на тонну, 13 тонн взлетная масса. Пассажировместимость 22 человека. Нашим дорогим жителям Камчатского полуострова будет комфортно, комфортабельно передвигаться по нашему большому полуострову. Новый вертолет планируют использовать на социально значимых пассажирских авиаперевозках по Камчатскому краю, на межрегиональных рейсах в Северокурильск, а также на авиарейсах в интересах заказчиков, добывающие предприятия, туризм, санитарная авиация и прочее. У Камчатского авиационного предприятия большие планы. Компания настроена развиваться. У нас некоторое время назад сменился генеральный директор. И я могу с уверенностью сказать, что предприятие получило вторую жизнь. Самое важное, на мой взгляд, что мы сумели сделать, это остановить отток летного состава на нашем предприятии. У нас была довольно критическая ситуация. Сейчас ситуация, можно с уверенностью сказать, стабилизировалась. У нас есть и молодое поколение пилотов и поколение пилотов относительно среднего возраста, которые в ближайшем будущем станут командирами воздушных судов. Я считаю, что это самая важная и позитивная новость, которая произошла на нашем предприятии. Ну, с учетом приобретения, как я уже говорил, нового вертолета Ми-8 МТВ, все эти события говорят о том, что тренд у нас положительный. И мы будем двигаться только вперед. Добавим, что в 2023 и 2024 годах Камчатское авиационное предприятие планирует получить на условиях льготного лизинга еще два вертолета Ми-8 МТВ-1, благодаря чему парк воздушных судов данного типа увеличится до пяти вертолетов.